Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план – вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники. Информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце июля побывал в Украине, где встретился с коллегами из разведки и президентом Зеленским, сообщают и многие другие ведущие СМИ, также ссылаясь на анонимные источники. Они не называют точную дату визита, но отмечают, что он состоялся незадолго до мятежа Пригожина в России, который начался 23 июня. Президент Зеленский спустя полдня после выхода статьи заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией тогда, когда вся ее территория будет освобождена. Поездка Бернса, о которой до недавнего времени ничего не сообщалось, произошла в момент, когда украинские силы начали контрнаступление, но, по словам властей страны, еще не развернули большую часть своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом. По словам одного из чиновников, с которым говорила Washington Post, целью визита была подтвердить готовность администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя. Ранее администрация Байдена аналогичным способом дала понять, что ей было заранее с середины июня известно о намерениях Пригожина, но, по словам источника Washington Post, в Киеве эту тему Бернс не обсуждал. По данным газеты, Киев поделился с западными коллегами своими планами вернуть значительную часть оккупированных территорий к осени, переместить артиллерийские ракетные комплексы к границе Крыма, продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года. Об этом в Washington Post рассказали три источника, знакомые с планом. Пожалуй, самый интересный вопрос, чем вызваны вот эти спекуляции, эти разговоры о готовности Украины якобы после определенной фазы нынешнего контрнаступления, готовности вести переговоры с Россией. Это признак, это украинская инициатива и признак уверенности Украины в своих силах, что она может отбить достаточное количество захваченных территорий и затем говорить с путинской России, так сказать, с позицией силы, или же это признак возможной слабости Украины и это инициатива западных, в частности американских властей, спецслужб, например, того же Бернса по как бы подталкиванию, лоббированию Украины к какому-то примирению, что вот типа вы не можете все вернуть себе, надо на чем-то остановиться, надо чем-то удовлетвориться. Мы слишком боимся возможного распада России территориального, и с другой стороны мы слишком боимся, что Путин совсем слетит с катушек, взорвет, например, Запорожскую электростанцию, еще что-то подобное сделает, устроит еще взрывы дамб, как это было с Каховкой и так далее. Потом, что касается того, с каких позиций и о чем будут вестись переговоры возможные. Мы видим, история учит Запад и вся частность Америку, что такой вот страусиный подход в надежде, что все обойдется и попытка вечно сохранять нерушимыми существующие какие-то границы, существующие конфигурации политические, они всегда обречены. История диктует свою волю, и порой это означает даже создание новых ранее не существовавших государств, как это мы видели, скажем, в случае с Косово или с Южным Суданом, когда метрополия слишком провинилась перед каким-то регионом. Или, например, после обеих мировых войн, скажем, Германия, главная виновница этих войн, теряла целый ряд территорий, которые либо временно, либо перманентно переходили к ее соседям, к Франции, Польше, Чехословакии. И в этом отношении вот люди говорят о том, что, скажем, Украина хочет вернуть себе то, что от нее отняла Россия, и не более того. И что не нужно Украине, например, прибавление, прирастание другими территориями, там, Белгородом или Краснодаром. Но откровенно говоря, а почему, собственно, не нужно? Если мы говорим о том, что Россия нанесла Украине огромный урон экономический, инфраструктурный, моральный и так далее, человеческий, если уж на то пошло, чем возлагать денежную контрибуцию, на которую будущая Россия, в том числе возможной прекрасной России будущего, до которой хочется дожить, ей придется расплачиваться за это годами. Почему вместо этого не заплатить территориями? Конечно, это огромная проблема, если начинает дестабилизироваться, а то и распадаться государство, которое не только крупнейшее территориально, но которое обладает крупнейшим ядерным арсеналом. И во многом поэтому в свое время Запад спускал Путину в течение десятков лет все, что он творил, потому что считалось, что главное это то, что он держит в узде, держит в контроле это государство и этот ядерный арсенал. Но проблема в том, что он стал гораздо проблемнее и непредсказуемее для мирового сообщества, чем те мелкие царьки, которые могли бы появиться на месте Российской Федерации, каждый с осколком ее ядерного арсенала, осколком в 200 или в 20, в 50 ракет. Вот даже самый отмороженный такой местный лидер вряд ли бы захотел стать вторым Ким Чен Ином. А Путин практически стал многократно увеличенным Ким Чен Ином. Он стал Саддамом Хусейном, вооруженным ядерной дубиной. И так или иначе, даже если оставить ему власть над Россией, как оставили власть Саддаму Хусейну все время после изгнания его из Кувейта, все равно через какое-то время он снова станет проблемой. Откладывать эту проблему в углу бесконечно, заметать ее под ковер невозможно.